Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Давайте немножко развлечёмся, потому что хватит политики. Мне тут уже пишут, что уже голова болит. Я вчера ещё нашёл очень интересную статью. Список десяти отечественных знаменитостей с высоким интеллектом. Вот. И IQ, то есть IQ. И вот тест Айзенка. Рассказывается, что такое тест Айзенка. Этот коэффициент придумал немецкий психолог Вильгельм Штерн ещё в 1912 году. Ну, вот самый популярный тест Айзенка. Больше половины людей на планете имеют средний IQ в диапазоне 70-115. И только 2,5% имеют IQ выше 130. Признанные умники в России Анатолий Вассерман, ведущий телепередач программист Григорий Перельман, великий математик, доказавший теорему Пуанкаре и отказавшийся получить грант в 1 миллион долларов США. Вот. И вот, значит, к списку российских умников, правда, без цифр, смело можно добавить следующие публичные персоны. Певец Сергей Шнуров. Ну, интересно, да. Тут говорят, что вот он не так уж это... Он эксплуатирует образ любителя выпить. На самом деле, хорошо образованный и очень умный человек. Писатель Борис Акунин, певец Николай Басков, певица Алла Пугачёва, кинорежиссёр Владимир Меньшов, юморист Владимир Винокур, владелица манитюрных салонов «Светская львица» Лена Ленина, политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, политик Ирина Хакамада, музыкальный критик Артемий Троицкий. Ну, я, ребят, я никак не комментирую, да, и вообще-то тут, ну, не знаю, ладно, никак не комментирую. Самый большой балл – шахматист Гарри Каспаров, обладает IQ в 190 баллов, но из российского информационного пространства он переместился в западный, да. Так, это я сейчас закрою. Вот как формируется IQ, тут самый высокий IQ автор теоремы Грина Тау, но я его всё равно не знаю, австралист и математик, результат свыше 200 баллов. Людей с крайне высоким IQ, более 150, можно найти среди нобелестих лауреатов. Ну, тут фамилии, я их не знаю вообще никого. Ну, как формируется IQ? Ну, вот, в общем, тут самое главное, что в 26 лет, как правило, интеллект человека достигает своего пика, а потом только снижается. Вот. 26 лет, запомните эту фразу, запомните эту цифру, да. Ну, и так далее. Уровень IQ выше 140, это обладатели отличных творческих способностей, которые достигли успехов в различных научных отраслях. Среди известных личностей от 140 и выше, Билл Гейтс, Стивен Хоукинг. Ну, знаете, Стивен Хоукинг недавно умер, да. Билл Гейтс – это Билл Гейтс. Такие гении своей эпохи известны своими выдающимися способностями. Таких людей всего 0,2% от всего населения. Уровень IQ от 131 до 140. Это 3% среди известных людей, обладающих подобным результатом, прохождение теста Николь Кидман и Арнольд Шварценеггер. IQ 121-130, ну и так далее. 6% населения. 111-120 – это выше среднего. Люди с результатами тестов от 111 до 120 обычно трудолюбивы и тянутся к знаниям всю жизнь. Таких людей среди населения около 12%. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ниже, ниже. До 20 IQ. Люди с тяжёлой формой умственной отсталости. Не поддаются обучению, воспитанию. Имеют уровень интеллектуального развития до 20 баллов. Они находятся под опекой других людей. Не могут о себе позаботиться. Таких людей в мире 0,2%. Ну вот попробуйте. Я вчера ещё хотел сделать, да. Начал проходить этот тест, а там всего полчаса даётся. Я вот 15 минут прошёл тест. И подошёл Миша. А потом подошёл Гриша. И мне пришлось всё это дело прекратить. Пойти с ними гулять. И, в общем, и уже мне спать было пора. Ну и ладно. Я закончил с этим делом. Не дошёл этот тест до конца. Сегодня, чтобы быть честным, я нашёл другой. Их море всяких вот этих вот IQ. Просто, ну так, на вскид выбрал один из IQ-тестов. Вот. Вот мой результат сейчас на экране. Да. Ну посмотрели. Ну вот, в общем, я хочу сказать, что я вообще-то опечален. Конечно, потому что я вот в те самые 26 лет я проходил свой IQ. Вот. У меня было около 150. Я сейчас не помню точно в цифрах. Вот. У моей старшей дочери. А сколько ей тогда было? Ой, не помню. Вот. У неё тоже, в общем, был очень приличный результат. Где-то около 135. Вот. И... Ну, она тогда ещё в школе училась. Вот. И сейчас я... Не, наверное, это попозже было. Не в 26 лет в школе-то она училась. Ну, не важно. Не важно. Ну, вот это старшая Наташа, которой вот вчера я показывал кусочек, да. Вот. Пройдите, попробуйте. Ну, вот сейчас у меня, видите, снизился. Значит, ну, там написано. То есть, я вам прочитал, что вот этот вот IQ, он снижается. Ребят, много споров насчёт того, правильно это или неправильно. Но попробовать можно. Найдите этот тест, сядьте перед компьютером. Вот. Можно карандашик у руки взять. Я вообще, вот я тот свой первый тест проходил, знаете, просто с карандашом из книжки я его брал, да. Ставил будильник, значит, на полчаса проходил. Ну, вот я говорю, был хороший результат. Сейчас результат значительно хуже. Вот. Попробуйте, посмотрите. Ну, пускай это, может быть, не совсем правда, да. Ну, плюс-минус. Просто вам будет интересно самому или самой, насколько у вас развиты мозговые способности. Я вот рад, что я бросил курить. Я надеюсь, что у меня мозговые, так сказать, способности немножко поднимутся. Потому что никотин сильно влияет на никотин и всякая такая гадость из сигарет. Ну, в общем, попробуйте. Я вам желаю успеха. И, ну, напишите, порадуйтесь. Вернее, похвалитесь, а мы порадуемся вместе с вами, какой у вас IQ. Цифры я вам всем назвал. Найти в интернете этих тестов страшное количество. Попробуйте. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами.